Красавцы Лав Радио Ярослав Парамонов и Никита Мартов Привет, Борька у нас в гостях! Вы что, петь научились за это время, пока мы не виделись? Ну, конечно, а как ты хотела? Естественно! Никита, спой что-нибудь! Только сегодня в прямом эфире Самая милая Мия! Самая милая Мия! Вот так вот и живем, да! Специально стараемся для того, чтобы порадовать тебя! Мия, ну как твое утро? Привет! Всем привет! Во-первых, я хочу отметить, Что на прошлый мой эфир у вас Я опоздала практически, вы помните Мы тебя простили уже давно А ты сама помнишь, это прикольно Я помню, сегодня я приехала вовремя Да, это правда, даже заранее, даже подготовилась Даже приукрасилась и налила себе кофе Все поделала Красавка! Выглядишь потрясающе, почему в очках? Слушайте, вчера целый день Была на съемках, перед этим у нас была Новогодняя съемка Концерта Муз ТВ И вот так вот эта вся предновогодняя суета После вас я сразу лечу в аэропорт, в Минск Да, несколько съемок опять новогодних, где пою вживую Поэтому я хотела не краситься к вам Тяжело, тяжело Кожи Ты выглядишь чудесно Мы тебя понимаем Хотим сказать тебе спасибо за то, что ты в своем плотном графике для нас время нашла Спасибо, что позвали Мы всегда тебе рады Мы рады тебя видеть абсолютно везде Последний самый раз пересекались мы за кулисами новой песни года Мы делали комплименты, говорили, твои туфли просто топчик Сама ты вау А ты сидела такая уставшая, говорила, да, прикольные туфли, да, мне тоже нравятся Это был вечер уже Ну да, это было буквально в прошлый уикенд Вот что за эти пять дней ты успела сделать, пока мы не виделись? Летишь в Минск, мы поняли Да, я успела записать три фита С участниками шоу, в котором я сижу в жюри, и надо было выбирать финалистов и с ними записывать фиты Как считаешь, эти фиты затащат? Слушайте, мы уже вчера выставили концерт И классная была реакция Мои двое из трех в финале, то есть второе, третье место мы забрали Кто бы сомневался вообще? Ты же в целом очень хорошие цифры всегда показываешь, ты умница Спасибо Сегодня ты у нас со своей работой драма За нее большой респект тебе, конечно же Мы признаемся, что открылась ты для нас совсем с новой стороны Потому что, ну, это же история достаточно лирическая, взрослая Каково и как давно ты вообще пишешь такие серьезные работы? Ну, не так давно плотно этим занялась Может быть, месяцев пять-четыре Потому что, когда у нас были социальные сети из разряда ТикТока Все было супер, и я писала свои песни, которые у меня залетали А когда его не стало, я подумала, нужно что-то менять Потому что дети уже меня не смотрят, потому что им негде меня смотреть И нужно выходить на взрослую аудиторию И мне самой вот тот мой образ синих волос слегка уже был неорганичен Я как бы уже тоже расту Вот, и поэтому мы пишем сейчас взрослую музыку С командой, с ребятами, много, очень много демок, материалов Ну, просто такая большая разница между бабочками, например, и драмой Это две разные миебойка Ну, это ж круто Так причем прошел год-то всего Вот на песне года в прошлом году ты с бабочками Мы тебе покачали, снизу стояли А в этом году ты уже совсем другая Ты демонстрируешь фантастические адаптивные способности И мы этому очень рады, честно говоря Такими темпами через пару лет и на пенсию выйти уже можно будет Да нет, я пока не хочу Естественно Вот в песне, в драме ты очень много раз произносишь «мама» Мама, ты обращаешь их к ней И вот мама действительно играет такую большую роль в твоей жизни? Или только в этой песне? Не, мама-то, конечно, играет большую роль в моей жизни Просто мы с ней вот уже восемь лет не живем в одном доме под одной крышей Потому что я уехала в Москву учиться А у мамы был день рождения 5 декабря И сразу после новой песни года я в 4 утра поехала в аэропорт Прилетела в Питер и оттуда до деревни ехала к маме на день рождения Как маму зовут? Оксана Мама Оксана, с прошедшим днем рождения тебя Да, это у меня юбилей, ей 50 лет исполнилось О, юбилеем поздравляем маму Мама Оксана, хочется говорить важные слова Ваша дочка потрясающая, она большая молодец И очень ждет большой успех и светлое будущее Смотрим, не нарадуемся Такая невеста выросла чудеса Ну что, послушаем твою песню? Давайте Мия Бойко, драма Мия Бойко в гостях у красавцев Лафрадио Красавцы Лафрадио Драма, Мия Бойко в гостях у красавцев Лафрадио Сегодня Мечка, еще раз приветчики Доброе утро, еще раз тебе Доброе утро, всем, кто слушает? Мы тут болтаем чуть-чуть за эфиром У нас ламповая такая атмосфера здесь, надо сказать Вы можете сами в этом убедиться В нашем телеграм-канале Лафрадио, нижнее подчеркивание, офишл Да Мы сегодня в таком новогоднем вайбе слегка Ну и, конечно, мы сделаем видео финальное Где вы посмотрите весь эфир целиком А пока вопрос такой, ты сказала мне, что вы сейчас с командой работаете в более серьезном жанре Вы пишете кучу демок А эти слова для этих песен ты сама генерируешь или у тебя есть сонграйтеры? Я могу сказать, уже назову одного человечка, вы его все знаете, который мне помогает Мне безумно приятно за то, что он находит время и мне помогает Это Рахим О, знаю, конечно, да Рахим, привет тебе Я не знаю, почему он тогда хорошо ко мне относится, но он действительно мне помогает с этими новыми песнями Он меня познакомил со своими ребятами И мы вместе делаем Какие-то демки полностью я сама делаю Какие-то у меня вот именно заходная фраза хуковая У меня хорошо получается топ-лайны придумывать Топ-лайны, это мелодия именно Вот Иногда у меня уже столько всего Что сидишь, знаешь, что хочешь сказать А как в рифму, не знаешь И тогда нужны ребята Но раньше я этого стеснялась Теперь я понимаю, что это абсолютно нормально Если посмотреть там зарубежных исполнителей титры То в одной песне может быть 50 авторов И это нормально абсолютно Оно наверняка потому и звучит так роскошно Да Как один из примеров того, что круто поработала команда В смысле, ну, и плюс ребята Речь идет, конечно же, про вашу невероятно просматриваемую на ютубе Совместную работу с Егором Шипом Привет, Егор, кстати говоря 320 миллионов мы вот проверяли Просмотров на клипе И знаешь, честно говоря, это вау В очередной раз Ты наверняка это часто слышишь Но это просто космос какой-то Бюджет клипа 50 тысяч рублей 50 тысяч, да Один потный актер в ростовой кукле Пикачу Вчера буквально с Пашу обсуждали, что 50 тысяч Это он был? Да, 50 тысяч ложили и получили такой охват Это, конечно, никто из нас не ожидал Вы переплёнули даже одного из иноагентов-хитмейкеров Да, да Который там старался Он мне, кстати, за это сказал Говорит, ты мое достоинство, говорит, мужское Привило к земле Ну, так вот А как ты считаешь Если ты сейчас начнешь снимать клипы Например, над такой песнью, как драма и прочее Сможешь ли ты повторить успех? Я поняла одно Что пытаться повторить свой успех точно не нужно Нужно как-то с новых сторон заходить Конечно, хотелось бы иметь просмотры Но я тоже смотрю здраво Та была детская аудитория Они на синие волосы шли И веселую музыку И они готовы это слушать по 500 раз на дню Понимаете? Да, это правда А взрослые, они немножко другого склада характера Они не так много смотрят, может быть, клипы Они больше слушают на радио В стриминговых платформах Поэтому у меня есть цель сделать супер-супер хит Тогда он, скорее всего, соберет Сделаем классный клип И он соберет много просмотров Ну, акцент все-таки ты будешь делать сейчас на содержание Именно не на шеринг, не на визуал для детей А именно содержание Содержание сейчас поважнее будет, я думаю Что хочется сказать? Серьезная такая, вот такая взрослая Вот, 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 вот именно Мы очень рады видеть тебя разной Потому что у тебя получается классно и так, и иначе И, возможно, может быть, какая-то третья стезя откроется И мы хотим сказать, что все, что от нас зависит Для того, чтобы у тебя получалось Мы, конечно же, сделаем Но на этом моменте хотелось бы просто тебе приятное сделать Конечно, хотелось бы немножечко порадовать Для Мии Бойки здесь, господа В эфире Лаврадио Приятный букет С наступающим Новым Годом тебя поздравляем Благодарю вас, очень приятно Конечно Повезу их в аэропорты В аэропорты в город Минск вряд ли они поедут Ну мы это выставим Что мне подарили Разберемся Ну я думаю, что у тебя же А, или все твои помощники с тобой сейчас полетят Да, директор Ну слушайте, я туда всего лишь одним днем Я думаю, что в холодной машине Это как раз то, как нужно с цветами обращаться Хотя бы либо ты можешь снять очередное видео Где ты в аэропорту подойдешь к случайной девушке Которая прилетела только что Точняк И скажешь, вот тебе привет букет И подарю кому это Конечно, наберет это 170 тысяч просмотров в коротких вариантах видео Ну, а мы планируем набрать определенное количество килокалорий в нашей постоянной игре Фурс нажор Постоянно для предновогоднего периода Сегодня мы тебя с ней познакомим Суть в том, что сейчас для тебя мем Будут звучать наименования разных блюд Может быть ингредиентов А тебе, либо взяв их в свой пол и в свою тарелку Либо отказавшись от них Нужно попасть четко в окно между двумя и тремя тысячами килокалорий Короче, тебе нужно набрать больше двух тысяч, но меньше трех Если где-то ты выпадаешь Подождите, по блюдам мы идем Ну, тебе будем называть Ты просто вот нравится тебе, тогда берешь Не нравится, выкидывай Съедобно-несъедобно В какой они граммовки? Как я пойму, какие калории? Сто, везде сто грамм Смотри, как она серьезно подходит Ну, а так ты считаешь калории в жизни? Ну, ааа Плюс-минус Девочковая девочка Коже, кого победит сейчас? Интересно Похоже, она носу делает Кто считает? Я с калькулятором А, ну все, поехали Тогда прямо сейчас первое блюдо Это картофельное пюре Так Берем? Да или нет? Ну, давайте возьмем Берем, да Есть Ганаш шоколадный Ганаш? Да ганаш Это как этот, слон Нет Не берем, дальше Зеленый горошек Берем Дрожжи Несъедобные Нет Несъедобные предложили Так, варенье из мандаринов Нет Кедровые орехи, может быть Да Ага Так, докторская колбаса Нет Нори Да Угу Так, котлеты из свинины Нет И соп Это что? Это растение такое Не знаю такого Не берем Хорошо А кукурузные палочки? Нет Лаваш шпинатный Блин, ну вы называете все, что нельзя по факту есть Даже картофель нельзя Он воду задерживает в организме Ну ты сейчас в Минске об этом расскажешь Не заговаривай нам картофель давай Так Берем или нет лаваш шпинатный? Да нет Ну все Майонез домашний Нет Нет, конечно Мия, ролл Филадельфия Ну я люблю, конечно Это калорий, но давайте Ну ладно, наконец-то Забрали Ну и медом, медом полирнем Мед можно Мед можно Так, итого Слушай, так серьезно относишься к своему питанию Очень выбранные такие, сдержанные ответы Ой Мы тебе специально такие подкидывали разные калорийные блюда Потому что, ну, нужно было тебе как-то попасть в окно между двумя и тремя тысячами Всем интересно узнать, сколько набрала Мия Ну меньше, скорее всего На данный момент Мия набрала 1680 Килокалорий Форс нажор не состоялся Слушайте, ну Будешь стройная и всех будешь бесить этим Спасибо большое Всех будешь бесить Так оно и есть Красавцы Лав Радио Как ты Как ты Как ты Как ты это делаешь Простой вопрос для тебя из разряда Как друзья спросили Как ты выбираешь прикиды на выступление Вот мы видели твои салатовые туфельки Это было топ Это, кстати, Джимми Чу в коллаборации с Муглером Что-то на очень богатом Да, что-то на очень богатом Которые пришлось мне купить По такой случайности И я была злая Потому что они очень дорого стоят И потом, так как я их купила Я говорю своим стилистам Давайте уже их интегрировать в образы Чтобы отбивались Это хорошо Ну, как говорят стилисты Если ты надел вещи один раз Вот она полная стоимость А если ты там 10 раз надел То стоимость делишь на 10 И получается Уже как бы не так обидно Сколько еще нужно твоим туфлям Сходить на концертной площадке Чтобы ты была довольна Сколько нам нужно заплатить Чтобы мы в них походили Блин, сколько они стоили? 80, что ли? Да, нормально Ноутбук можно было купить Хорошо Вообще У вас 21,05 можно купить было Дрифтовые, чтобы валить боком Чипованные, как говорили От слова чипа Ну что Чипа, привет Сколько еще примерно? 3, 5, 7 выступлений? Да, слушайте, нет такого, чтобы я там считала как-то Просто под образы Когда они классно подходят, я их надеваю А когда ты готовишься к выступлению, ты сама? Или вот мы услышали стилисты? Нет, да, у меня есть команда, у меня стилисты И мы вместе сидим, выбираем Я примеряю, потом понимаем, что лучше сидит И в этом иду За тобой последнее слово Ну, конечно А было такое, что тебе предлагают образ? Вот ты говоришь Ребят, вы что? Это же вырви глаз Это же совсем Да, было, конечно Было, что я сидела ночью, плакала Потому что они мне доказывали, что это красиво А мне не нравилось Ну и что, ты переборола себя или переборола стилистов? Ну, переборола стилистов А где-то переборола себя Потому что уже времени вообще не было Типа, 3 часа ночи я сижу, реву А в 7 утра нужно идти куда-то Такая гибкая, такая мудрая Миа Бойкова, гостях у Красавцев Лав Радио Красавцы Лав Радио Красавцы Лав Радио Миа Бойко сегодня у нас в гостях Мы продолжаем Потому что можем себе позволить Миа, привет Доброе утро всем Такая уже бодрее становишься Да С каждой секундой Мы слышали, кстати, Миа Про тебя такую историю из детства Что ты пыталась поступить в музыкальную школу Но пришла И учитель после прослушивания говорит Я ничему тебе не смогу научить Да, он Я слишком плохо Он разозлился, он разозлился и меня выгнал Да А потом я пришла на отчетный концерт И поняла, что там все плохо поют Все плохо поют И тот самый учитель имел в виду, что ты слишком хороша для этого Походу, да Не поняла до сих пор Мы музицируем периодически по утрам И у нас есть вопрос Он вполне себе такой, ну, легонький У тебя есть какая-то фирменная распевка? Как ты вообще готовишься перед сценой и разогреваешься? У меня не фирменная У меня вот мой преподаватель по вокалу Дала мне аудиозаписи, которые я включаю Там на-на-на-на-на Я такая на-на-на-на Тан-тан На-на-на-на-на У меня тут всё На поняжение, на повышение Да, это всё просто пропеваю А вот эти купи-кипупик Купи-кипупик Вот эти всякие распевочки Нет, такого, кстати, не делала Кипапик Кипапик Это много Кипупик Кипапик Вот как будто бы мы размялись Есть такое, размялись И можем перейти к нашей суперроблике Красавцы Лав Радио Как ты это делаешь? Мия Прикольно я звучу, мне нравится Мия, к тебе есть вопросик такой Смотри, для разминки, как ты свистишь? Свищу? Идеально, это то, что мы хотели А вы знали, что есть свистковый регистр? Типа Вот это вот Ариана Гранде поет Это так сложно Свистковый регистр, это когда Ты переборщила с уронкой И это зарегистрировали Мне нравится, что ты еще куда-то в этот момент Показываешь пальцем Это похоже на то, как твоя собака У тебя просит что-то Ну типа она подходит Нет У меня получается смех полстяка Как будто вы птеродактили влечили в студию Лав Радио Чего-то хотят Хотят выяснить Вопрос номер два Как ты в последний раз извинялась? И за что? Было ли такое вообще? Извиняешься ли ты? Да, я конечно же извиняюсь Когда я перегнула палку Когда я Я перегибаю часто палку Потому что, к примеру Я очень уставшая Хочу, чтобы нормально все сработали Кто-нибудь накосячит Конечно, я злюсь Очень злюсь Меня может понести Но я всегда извиняюсь Бьешь людей? Как ты это делаешь? Не, не бью никогда Ты подходишь к человеку? Не, я говорю Да, извините Сори, перегнула Была неправа Не обессудьте Вы все знаете мой характер Когда вы ко мне приходили работать Я сразу сказала Что я не простой человек Не обессудьте Да, может Перевод отправлен на Альфу Может быть так еще? Сотку закинул Сотку закинул На телефон Красавцы Лав Радио Прямо сейчас у нас снова Мия Бойка Привет тебе Доброе утро Доброе утро Не засыпаю Красавцы Лав Радио с тобой Здесь Никита Мартов Ярослав Парамонов Мы общаемся Сидим за эфиром Нам все нравится Очень даже интересно Мия нас влюбляет в себя Все больше с каждой минутой Но не только Мия влюбляет в себя Не только нас точнее Не только Мия Не только нас влюбляет Мия Но и фанатов Мы сейчас посмотрели фотографию С тысячей синих роз Расскажи о том Как это произошло Как ты получила Такое огромное количество цветов Как это произошло Я не знаю Но это произошло Я пришла домой Уставшая после концерта После песни года Ты еще снимаешь? Вот Я захожу такая в подъезд И там сидит консьерж И такой Нету вам Я такая Что? Он Поворачиваю голову А там перед лифтом Просто куча корзин С розами Ты сама носила? Блин Мне помогала соседка С которой мы успешно Познакомились Спустя вот Три года жизни В этой хате Мы не знакомы Мы были с ней Ты понимаешь? Она вышла такая Она разговаривала Со своей сестрой Женщина взрослая Уже выходит Видит все эти корзины И такая Ой Ты глянь Ты глянь Какой молодец И сразу берет В сестре Снимает меня И такая Ой смотри У нас есть девочка Которая очень красиво поет А я то ее впервые Ну то есть мы с ней не знакомы А она про меня Уже все знает И она такая Ой какой молодец Это был вечер Полный впечатлений Может быть Может быть Это она все таки Потом она Затащила эти розы Мне домой Помогла И говорит Не надрывайся Надорвешься Я тебе помогу И дала мне Картошки Рыбу Мне кажется Что она три года Просто ходила Вокруг Да около Все Не знала Как познакомиться Ну что Теперь у вас теплые Сотецкие отношения Получается Да А ее зовут Валентина И я говорю В следующий раз Я вас угощу Картошкой Рыбой Слушай Ну это же потрясающе Вот так и складывается Коммуникация А ты так и не узнала От кого эти цветы Узнала Ну и нормально Там человечек Да Вполне Даже очень Мы услышали Больше подробностей Выведывать не будем Лучше Согласовано Окей Лучше мы перейдем К подробностям Астропрогноза На предстоящий год Для твоего знака Суперстар-трип Звездный прогноз 20-23 Всем привет Это Мия Бойка Лови звездный гороскоп На 23-й год Для всех водолеев Водолеи Наступающий год Пройдет для вас Под эгидой Творческих начинаний И вдохновения Даже те Кто не причисляет себя К богеме Ощутят тягу Пойти на выставку Или заглянуть На сеанс Артхаусного кино Благо Окружение И возможности Будут к тому Располагать Но не обойдется Год и без досадных Промахов Кролик обязательно Проверит вас На прочность И заставит Под другим углом Взглянуть на близких И на свою жизнь В целом Красавцы Лав радио Как ты Как ты Как ты Это делаешь Мяу Здесь предлагаем Максимально расслабиться И сосредоточить Ту часть мозга Которая отвечает За рифмы Как ты рифмуешь Скажи пожалуйста Ааа Интересный вопрос Давай вот так Скалка Ну так Я же не представлю Скалка Ну давай Скалка Формой как Пахалка Пахалка Хорошо Медведь Ну Впредь Может быть Впредь Да Мне сложно Мне сложно В голове так держать Бабочки Лампочки О отлично Бабочки Лампочки Барбарис Борис Борису привет Здравствуйте Борис Плойка Койка Отлично Странно Койка Койка Это утро Девочки А курица Устрица Неплохо Ты справилась Слышишь Курица Устрица Это в целом Обед Который никогда У нас не бывает Вместе Это вот так Хорошо было Сейчас я заценил Мне нравится Я в шурму это положу Ну и Наверное Все таки Посерьезнее Нам нужно с тобой поговорить У нас есть специальная рубрика Разговор в тишине Буквально через пару минут Дождемся ее Да давайте сделаем это Соберешься Будешь самая серьезная Да я в целом Да Мия Бойко В гостях у красавцев Лапрадио Красавцы Лапрадио Мы буквально на пару мгновений Появились Привет Доброе утро Для того чтобы Задать тебе вопрос Сакральный Ну конечно Но это такая серьезная история И мы говорим Поэтому в тишине Разговор в тишине Мия Скажи пожалуйста Какие три главных слова Этого года Для тебя Это будет Нужно объяснять Или просто Можешь сказать Чуть-чуть объяснить Хорошо Первое это словосочетание Любовь к себе Я весь этот год Училась себя любить Хвалить И за какие-то успехи Потому что Когда ты себя любишь Люди тоже тебя будут любить Если ты себя не любишь То никто тебя не полюбит Второе это испытание Было много испытаний Когда нужно было Сейчас Либо ты расклеишься Либо возьмешь себя в руки И все будет хорошо И третий Это переломный момент В скобочках Смена имиджа моего Такая явная Вот уже Как раньше не будет А как по-новому Еще очень интересно В разработке Так сказать Поэтому Ждем 23-го Следим За новостями Обязательно будем Спасибо что ты с нами Очень Мия Бойка В гостях у красавцев Очень хорошая Мия Бойка Замечательная Все подписывайтесь На Мия Бойку Все ставьте лайки И вообще следите за ней Потому что Девочкам посмотрели Хорошая Мия Бойка В гостях у красавцев Лав Радио Сегодня с вами были Ярослав Парамонов И Никита Мартов Славная, милая Такая красивая Наша добрая подруга Звездочка Мия Подобно со солнышку Льет волны тепловые Вот уже и пятница Зайцы Попрыгали в выходные Все вместе Красавцы Лав Радио Ярослав Парамонов И Никита Мартов